приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодняшнее мое видео такое в принципе неожиданное но тем не менее мне вдруг захотелось попробовать поучаствовать в одном интересном проекте проект называется бинга 2022 вообще я не хотела какие-то планы строить на год то есть вот именно вязальные имею ввиду планы строить на год слишком это большой срок вот у меня есть постоянная рубрика на данный момент уже что я в конце месяца как бы строй планы на следующий месяц то есть я для себя что-то обрисовываю что я хотела бы связать что мне нужно было бы связать а вот год для меня это как-то мне казалось слишком долго такой долго срок и скорее всего эти планы неосуществимы но тут я увидела значит интересный мне женя подсказала интересный сп я посмотрела видео приглашение мне тоже захотелось поучаствовать в этом совместном проекте значит организатором этого совместного проекта является виктория ее канал made in fin называется но я конечно же оставлю ссылочки на викторию и на всех девочек участниц которые уже на данный момент в этом совместном проекте будут участвовать я оставлю ссылочки в инфобоксе проходите девочкам знакомьтесь с их планами у некоторых девочек очень глобальные планы очень много изделий они хотят связать в течение года то есть очень интересно будет посмотреть ну а я значит свою очередь вступаю в этот проект и вот сегодня у меня как бы видео вступление суть этого проекта давайте немножко вам обрисую кто допустим играл в игру бинго или может быть типа нашего русского лото да тот примерно знает о чем речь то есть нам нужно заполнить карточку заполнить карточку в ней как квадратики по диагонали вертикали по горизонтали какие-то если заполняются какие-то клеточки то значит получается у нас бинго я в свою очередь тоже расчертила вообще каждый расчерчивает по желанию сколько у него будет квадратиков по горизонтали по вертикали то есть у меня это получилось 5 на 5 кто-то может 6 на 6 кто-то 7 на 7 кто-то 8 на 8 кто-то 3 на 3 даже пожалуйста можно делать не один вот такой вот квадрат как у меня кто-то делает допустим еще на другое рукоделие квадраты то есть в общем здесь только ваша фантазия и в свою очередь значит в этих квадратах мы вписываем все что касается нашего вот вязального творчества значит и давайте я немножко вас ознакомлю то есть течение года какие у меня будут квадратики выполняться я их буду зачеркивать и потом то есть если полностью строка будет зачеркнута или столбик или по диагонали то получается как бы ну бинго значит мы молодцы значит что я внесла вот свое рукоделие значит поближе попробую сейчас сделать чтобы было лучше видно в первую очередь сразу скажу что также я участвую у евгении красниковой совместном проекте блогер покажет зритель свяжет то естественно мне как минимум три мастер-класса нужно выпустить и вот здесь вот я обозначила у меня будет сейчас я секундочку достану чтобы все-таки не пальцем показывать значит у меня будет три мастер-класса я их расположила как бы в хаотичном порядке также я помимо того что я определила какие-то конкретные процессы я еще сделала себе ну скажем так место для маневра у меня еще три квадратика будет называться новый процесс вот то есть у меня новый процесс то есть в этом квадратике я начинаю какой-то процесс которая может быть неожиданно вдруг понадобился или вдруг меня что-то до такой степени вдохновило что мне очень захотелось это связать ну то есть любой какой-то другой процесс который я не планировала и значит теперь давайте перейдем уже конкретно к тем процессам значит первое квадратик у меня это довязать свитер так сейчас я вам покажу так значит вижу я свитер вот из пряжи троицкой фиджи вот такая вот пряжа ну многим она знакома я уж совсем конкретно не буду останавливаться на каждом артикуле пряжи ну просто это займет очень много времени не нужно нам этого значит я в прошлом году начала свитер из этой пряжи и у меня готова полностью тело то есть вот я связала перед спинку мне осталось только довязать рукава пока что я к рукавам не приступала но очень хочется уже довязать рукава у меня будут вязаться пышной резинкой в общем тоже не очень быстро потому что пышная резинка это ну ряд за два получается там да то есть вот я планирую довязать вот этот вот свитер получается в следующем году ну конечно же в ближайшее время желательно дальше следующие у меня если идти по порядку мастер-класс дальше новый процесс какой-то возможно джемпер из полухлопка джемпер из полухлопка я тоже уже представляю какой у меня будет и я пыталась вязать изабель вот из этой вот пряжи газал джинс вот такого красивого насыщенного ягодного такого цвета и мне не понравилось что у меня получалось поэтому я распустила и вот из этой пряжи я хочу связать такой с небольшим ажуром джемперок тоже как бы полухлопок чтобы на демисезон вот на такой период на холодное лето было хорошо носить этот джемпер так дальше дальше смотрим платье летние тоже я вязала джемпер интересный такой джемпер с воротником пола в прошлом году из пряжи фибра натура бамбу джаз это получается здесь хлопок с бамбуком тоже такого же оттенка до красного бордового такого интересная пряжа очень она мягкая за счет бамбука и очень пластичная вообще полотно получается вот вообще просто такое пластичное даже не знаю с чем сравнить если только вот с натуральным шелком очень пластичная и джемпер этот мне модель это не подошла и возможно даже не столько модель сколько это пряжа для той модели поэтому я решила что из этой пряжи я свяжу платье на лето дальше новый процесс паутинка паутинка у меня будет связано начинаться будет в трио стартах буквально вот на следующей неделе и более подробно вы сможете посмотреть что же за паутинку из какой пряжи я вижу буду вязать из бобинной пряжи которую мне евгения красникова в подарки выслала я хочу вот связать на весну тоже такую паутинку очень нашумевшую уже на ю тубе возможно уже не актуальную но тем не менее следующие значит у меня процесс это будет шапка с пайетками шапку я буду вязать из пухонорки у меня есть остатки пряжи пухонорки одна пряжа это была у меня шапочка распущена а другая как бы остаточек от нее вот значит я буду вязать вот такую двухцветную и буду использовать пайетки вот такие вот пайетки какие-то из этих вот пайеток я буду использовать значит это будет мой следующий процесс дальше у меня идет клеточка написано носочная коробочка и здесь 12 пар то есть это подразумевается что я принимаю участие в совместном проекте носочная коробочка которая длится целый год и мне нужно будет связать для этой коробочки 12 пар носочков следующий процесс у меня будет это свитер мужу свитером мужу я хочу связать из полу хлопковой пряжи на демисезон такой потоньше толстый у него есть а я планирую вот такой как бы потоньше чтобы он был полегче не такой жарки значит вот такую пряжу я буду использовать это alize cotton gold полухлопок очень многим знакомы черный цвет будет основной и совсем совсем немножко будет вот такого молочного не белого молочного цвета присутствовать в этом свитере и так это значит будет свитер для мужа следующее это у меня панама ну это такой спорный спорный проект мне хотелось бы попробовать но о нем вы узнаете позднее возможно даже на нее я сниму мастер-класс может быть нет попробую посмотрим что получится следующая футболка с пайетками мне хотелось бы какую-нибудь знаете вот в прошлом сезоне было очень актуально что-нибудь из хлопка из полухлопка какую-то футболочку связать вот чтобы в ней присутствовали полосы пайеток у меня есть еще вот такие вот пайетки это вот что касается крупных вот этих королевских пайеток не знаю конечно буду я их использовать или нет также у меня есть вот такая вот летняя пряжа мотылек есть у меня пряжа вот такая yarnart style этой пряжи у меня много я вязала себе джемпер из нее но не подошел этот джемпер он не очень мне нравилось как он облегал меня по телу джемпером это не очень красиво вот какой-нибудь топик или футболочку я думаю будет очень хорошо то есть возможно вот какую-то из этих пряж буду использовать также у меня есть еще вот такая вот летняя пряжа бусинка тоже интересно и может быть где-то я использую вот эти вот пайетки значит дальше дальше у меня идет мастер-класс следующие это кашемировый джемпер Женя неоднократно я буду упоминать ее в этом видео видимо прислала мне вот такую вот бобиночку 95 процентного кашемира здесь в составе этой пряжи 95 процентов кашемира и 5 процентов мериноса и мне очень хочется связать себе какой-нибудь такой базовый интересный простой но в то же время очень удобный джемпер вот именно из этого кашемира возможно я начну этот джемпер вязать весной возможно я начну его только к осени ближе то есть посмотрим посмотрим как получится все зависит от того как я буду успевать вязать другие процессы ну в общем вот эту вот пряжу я тоже хотела бы использовать вот в этом году и связать уже из нее хорошую достойную вещь потому что ну очень классная пряжа не хотелось бы чтобы она долго простаивала и лежала дальше я хотела бы связать для себя летний кардиган такой длинненький не укороченная такой длинный возможно какую-то из этих пряж буду использовать возможно нет у меня еще есть вот такая вот пряжа ярнард эко-катон тоже хлопок это по моему 80 85 процентов хлопок 15 полиэстер но такая толстая ниточка как бы для кардигана может быть было бы неплохо как раз что такой тяжеленький получился бы но не знаю посмотрим так следующий процесс это я планирую летнюю маечку связать можно летнюю маечку я свяжу вот из какой-то из этой тоже пряжи да то есть тут у меня простор для выбора велик то есть можно над чем-то подумать возможно что-то еще в своих запасах посмотрю тоже у меня там есть кое-что еще дальше я на просторах интернета тоже увидела классный свитер от лора пиано вообще посмотрела цена этого свитера от лора пиано оригинального стоит 260 с чем-то тысяч я конечно просто была в шоке если честно не понимаю за что такие деньги но неважно конечно он такой симпатичный мне понравился узор который использован в этом свитере при том узор использован только по переду по спинке нет узора по рукавам тоже но тем не менее вот видимо он из какого-то очень дорогого золотого кашемира связан и я хочу для этого свитера использовать вот такую вот пряжу я именно для свитера и заказывала пряжу ну не для этого конечно а вообще для свитера для себя я заказывала вот такую пряжу лоноса альпака на суперфайн здесь в составе 35 процентов мериносовая шерсть 40 процентов акрил и 25 процентов альпака очень мягкая пряжа безумно мягкая она ну даже на кашемир чем-то похоже единственное что здесь все-таки ворсик есть такой небольшой даже еще в не стира нам вот в просто в моточке и в подмот я хочу использовать вот такую лидию полухло полушерстяную пряжу очень тоненькая ниточка то есть вот из этой пряжи я хотела бы попробовать связать вот этот вот свитер в telegram у меня есть группа куда я вошла и там уже девочки начинают вязать подобный свитер ну посмотрим как у меня будет складываться бесплатно там бесплатном доступе как бы все дальше следующее у меня записано по плану топ летний крючком тоже интересный топ видела и возможно я для этого топа использую вот такую вот пряжу эту пряжу мне дарила ирина поливода за участие в совместном проекте символ года в первом сезоне я вот получается выиграла вот такую вот пряжу ну помимо помимо той еще которая была пряжа был и вот такой вот моточек это yarnart rose garden это стопроцентный хлопок по моему да и в общем такой интересный конечно цвет я подумала что может быть крючком было бы неплохо связать какой-то топ потому что если вязать спицами на мой размер остается много как бы остаточка даже где-то больше 100 грамм или нет не больше 100 грамм где-то около 100 грамм остается остаток а мне не хотелось бы оставлять потому что особо-то применить ну куда если только вот полосатить что-то да какие-то изделия ну а вот так хотелось бы использовать по максимуму и если вязать крючком то конечно же пряжа уходит больше так дальше дальше у меня идет новый процесс детский джемпер детский джемпер интересная моделька у меня есть бесплатное описание там идет на круглой кокетке при том круглая кокетка идет контрастного цвета от основного то есть я хотела бы вот это уже на следующий осенне-зимний сезон для дочери связать также свитер детский наш свитер уже становится маленький и я чувствую что к следующему сезону просто необходимо будет связать новый свитер для дочери а свитер нам очень даже необходим поэтому ну у нас зимы не такие теплые сегодня с утра у нас было минус 30 поэтому свитер конечно же нужен дальше мастер-класс я опять-таки буду снимать и следующий кардиган английской резинкой очень хорошо такой пусть не супер теплый ну чтобы вот на прохладную осень на прохладное лето на вот такой деми сезон одевать кардиган и хочу кардиган связать вот из такой вот пряжи alize superlana попробовать связать английской резинкой я вязала образец в общем-то но возможно не английская резинкой возможно пышная резинка я свяжу она очень Очень похоже на английскую. Мало чем отличишь. Возможно, именно пышной резинкой я свяжу из этой пряжи кардиган. Очень мне хотелось бы. Не знаю, когда это осуществится. И кардиган я хочу не маленький. Естественно, с длинным рукавом. И такой, как бы, ну, ниже бедра, наверное. Вот так вот. Так, дальше. Следующее. Потеряла я свою указку. Следующее. Топ свит хет. У меня есть описание интересное из инстаграм. Такой топ без рукавов. Ну, летний тоже из какой-то летней пряжи. Я хочу связать себе вот такой топ. И последнее. Платье детское. Интересная моделька тоже. У меня есть описание детского платья. Из хлопка, полухлопка можно. То есть, я хочу тоже на демисезон для дочери попробовать связать. Но это тоже, скорее всего, будет к следующему уже осеннему периоду. Вот так вот. Вот. Вот это вот все процессы, которые я вот здесь вот написала. В принципе, я сейчас смотрю, у меня много плечевых изделий, которые такие немаленькие. Скорость вязания у меня не самая быстрая. Но будем стараться, да, получится, не получится. Ну, что получится, в конце концов. Что получится, то и мы увидим по итогу, значит, этого 2022 года. Каждый месяц мы будем снимать отчет по этому совместному проекту. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. И, конечно же, пишите свои комментарии. Вы планируете вот так глобально на целый год свое рукоделие, свое творчество? Мне будет очень интересно с вами пообщаться и поговорить на эту тему. Ну, а я на этом заканчиваю свое видео. Благодарю вас за просмотры, за то, что провели это время вместе со мной. И, конечно же, как обычно, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok